Количество детей, заболевающих раком, растет ежегодно, как в мире, в России, так и в Пермском крае. К сожалению, такова статистика, констатируют специалисты. Становится больше детей заболевших, становится детей больше выздоровевших, и очень много детей состоит на учете уже с перенесенным онкологическим заболеванием. На сегодня в отделении находится более 60 детей, получающих интенсивную химиотерапию. Это очень много. Всего на учете в онкоцентре сейчас состоит 883 ребенка. Причин возникновения онкологического заболевания несколько. Детский рак – это мультифакторное заболевание, которое развивается в результате нарушения в геноме клетки, которое потом в дальнейшем становится раковым. Что повлияло на развитие патологии, мутации в геноме этой клетки, сказать у конкретного ребенка невозможно. Либо это передача через наследственность от родителей, бабушек и дедушек о ломке этого гена, когда он становится очень слабым. Либо это воздействие извне факторов, но в большей степени это сочетание всех факторов эндогенных и экзогенных. Однако, если еще 20 лет назад выздоравливало только 30% больных, то сейчас практически 80% детей после лечения возвращаются к полноценной жизни. Чем раньше поставлен диагноз рака, любого рака, взрослого или детского, тем выше вероятность того, что пациент может выздороветь. Не для таковой секрет, что с первой и второй стадии рака выздоравливают 90-95% наших детей. Это уже наши личные статистические данные. На сегодняшний день, применяя современные методики лечения, в том числе, которые суперсовременные, это таргетная терапия, это биопрепараты, это комплексное лечение с применением технологии с пересадкой стволовых клеток и костного мозга от доноров. Это иммунная терапия. Приводит к тому, что мы можем излечивать сейчас те заболевания, те виды раки, которые раньше считались фатальными уже изначально. И на самом деле рак, особенно детский рак, это не приговор. На сегодняшний день мы можем вылечить даже ребенка с четвертой стадии рака. Симптомов онкологического заболевания может быть много. Это может быть быстрая утомляемость. Ребенок стал не таким, каким он был вчера. Это могут быть немотивированные, то есть без проявления какой-либо инфекции, подъема температуры. Это могут быть уже увиденные мамой объемные образования. Например, в животе, когда она купала, она заметила, что у ребенка в животе есть какое-то образование, которого раньше не было. Это различные проявления рвотных, головные боли при опухолях центральной нервной системы. Главное, что нужно помнить родителям, что если ребенок не такой, как вчера, и если эти симптомы повторяются изо дня в день, то нужно обязательно обратиться к участковому педиатру. Субтитры подогнал «Симон»!